Важнее этой задачи, чем воспитать патриота в государстве нет. Потому что если мы говорим о независимости, суверенитете, территориальной целостности, сохранении конституционного строя, о мире безопасности в государстве, то, естественно, для этого необходимо прилагать множество усилий. Эти усилия связаны, естественно, с отношением к родине, с отношением к народу, с отношением к своей малой родине в том числе. Может, это казенные слова, но это правда. И мы в рамках своих возможностей проводим военно-патриотическое лагеря для, ну, самой такой, наверное, требующей воспитания части населения – это молодежи. Молодежи разные. И простых школьников, и детей, которых называют трудными подростками. Но это те люди, которые, наверное, попали в трудную ситуацию. Им надо как-то или помочь, или облегчить положение, или где-то подставить плечо, где-то направить на какой-то путь движения вперед. И вот мы этим занимаемся. Ежегодно мы проводим в пределах 150 таких лагерей. По самым таким скромным подсчетам, это где-то 180 и более смен. За 10 лет мы охватили более 100 тысяч человек. Мы посчитали, так вот, за последние 10 лет, более 100 тысяч человек молодежи. Я думаю, это для них полезно и поучительно, потому что человек, который столкнется с воинским коллективом в этом юном возрасте, который посмотрит его изнутри, который ощутит те трудности и тяжести, которые переносит молодой человек, в том числе и дяносрочную военную службу, если говорить об этом, потому что они ближе всего к этому, к срочной военной службе. Вот, естественно, им потом будет легче, понятнее, когда они будут призваны на эту срочную службу. Я сам служил в армии. И считаю, что те два года, которые я прослужил, это определенный опыт. Не просто обретение там военной специальности, военно-учетной специальности, это еще и опыт жизненный, и опыт социальный, я бы сказал, и общественной деятельности. Понятно, что у кого-то, может быть, складываются какие-то стереотипы определенных страхов, но вот для того и нужны такие, может быть, и военно-патриотические лагеря, и сборы соответствующие, и выезды в воинские части, в первую очередь, может быть, даже для родителей в определенной степени, чтобы они понимали, чем занимаются войска и что они делают, и какая тут учебная программа разворачивается в рамках службы в армии.